приветствую всех любителей рукоделия особенно любителей лоскутного шитья с вами лариса и вы меня в гостях на канале ларин фонарик сегодня у меня будет очередной мастер-класс в рамках совместного проекта петчворк шаг за шагом во втором сезоне этого проекта мы шьем лоскутную деревеньку то есть лоскутные домики в середине которых в каждом домике свой индивидуальный блок и сегодня у нас будет блок номер восемь домик номер восемь и мы будем с вами шить тыкву вполне логично что осенью мне захотелось в один из домик поселить тыковку вот такой вот блок я для вас приготовила рассчитала и даже уже шила маленький но скажите вы что же мы сейчас будем делать мы будем шить еще одну тыковку как вы видите я шила уже свой домик 8 дюймовый с 4 дюймовый тыковкой мне необходимо было это сделать так как мне надо было блок непростой да по расчетам был поэтому мне нужно протестировать свои размеры откорректировать свои размеры правильно ли я рассчитала проверить и а поэтому я маленький блок уже шила но сегодня в качестве исключения я буду шить еще один блок но уже теперь 6 дюймовый для него я раскроила уже детальки сейчас вам покажу сейчас по традиции приближу вам саму инструкцию для того чтобы вы смогли поставить на паузу и списать для себя размеры всех деталей так думаю все с этим справились и давайте теперь будем с вами обсуждать и разбираться что за блок и какие детали нам необходимо для него было раскроить если внимательно посмотреть на блок то мы с вами увидим что в основе нашей тыквы лежат блоки летящие гуси а конкретнее 6 блоков летящие гуси сама тыковка у нас шьется ну по моей задумке вы можете и по-другому это сделать но вот по моей задумке из двух тканей с левой стороны я делаю летящие гуси с одной ткани обрамление вот эти треугольнички с другой ткани в правой же стороне делаю наоборот то есть из 2 ткани выкраиваю основные детали прямоугольники а треугольнички которые у нас по краям от гусей из той ткани из которых с левой стороны выкроены основные детали то есть вот такой вот в таком не в зеркальном а в обратном изображении при этом мы видим что на верхних вот этих двух кусях то треугольнички которые у нас по краям на края уходят они у нас уже идут фоновые да это у нас таким образом тыковка скашивается и также и на нижних кусях у нас есть треугольнички фоновые но они у нас будут пришиваться уже после того как будут шиты все шесть гусей вместе то есть уже от на на готовые блоки также мы видим с вами что здесь у нас есть веточка или черешок самой тыковки да он тоже такой вот интересный не просто прямой а немножечко с таким скосом еще раз вам покажу как это выглядит уже в готовом виде мне кажется довольно симпатично вот давайте разберем раскрой деталей в первую очередь мы расстраиваем детали а и б то есть основные детали для летящих гусей для вот этих вот больших треугольников раскроя они у нас являются прямоугольниками по три детали до три детали а и три детали б дальше у нас идут треугольники которые преобразует наших гусей в гусей да это у нас детальки c и d это у нас квадраты в раскрои и они у нас их по пять штук раз два три четыре пять и также пять деталей d на них уже предварительно я начертила на каждом из этих квадратиков диагонали на всех десяти квадратиках у меня диагонали дальше у нас идут фоновые треугольнички эти я как сказала два вшиваются в сам блок гуси а два после то есть четыре квадратика детали я это же на них уже сразу я начертила диагонали еще из фоновой ткани у нас выкраивается детальки f это прямоугольники просто прямоугольники из фоновой же ткани выкраивается деталька х это маленький квадратик диагональю тоже уже начерчены заранее это можно уже подготовить ну и последние две детали это детали г и и у меня они из зеленой ткани это деталь г это прямоугольник и деталь и это тоже маленький квадратик это же я на нем уже сделала диагональ такого же размера деталь как и деталь х квадратики одинакового размера просто из разных тканей с фона х и из зеленой ткани и все это три это весь нас наш раскрой вы свои размеры знаете смотря какой блок вы шьете те размеры и берете и давайте уже наверное приступим начнем шить наши гусей в первую очередь берем наши прямоугольники и выкладываем их так как они у нас расположены в блоке до с этой стороны у меня три детальки а а с правой стороны у меня три детальки б вот думаю вам видно да может быть чуть-чуть подвину дальше мы смотрим к первому в первом к первому прямоугольнику мы должны к прямоугольнику а мы должны с одной стороны пришить детальку и фоновый треугольник квадратик и то же самое мы должны сделать и с правой но с другого края вот таким образом а на остальных детальках мы выкладываем цветные квадратики вот таким образом идем к машинке и все детали точно прокладывая строчку точно по нашим начерченным диагоналям пристрачиваем все это паровозиком после того как прострочили все наши детали мы должны отсечь лишнее это мы уже умеем так располагаем как у нас это все было вот таким образом отсекаем лишнее полтора извиняюсь девочки что-то совсем сегодня четверть дюйма оставляя припуск обрезаем лишнее на всех деталях и а потом я вам скажу куда нужно заутюжить припуск припуски заутюживаем смотрите на левых деталях мы заутюживаем на цветную деталь на прямоугольник в этом случае здесь вот именно на основную да на прямоугольная которая у нас изначально была деталь заутюживаем сюда а на правых деталях наоборот заутюживаем на треугольник то есть в обратную сторону на маленькую деталь в этом случае на большую деталь в этом случае на меньшую деталь на уголки это важно потому что это будет у нас потом важно при стыковке среднего шва заутюживаем и идем обратно к машинке и уже продолжаем шить вторую сторону вот таким образом прикладываем детали так чтобы диагональ шла сверху в нижний угол середины верха верхней стороны в нижний угол на правых деталях наоборот середины верха в правый левый угол вот таким образом идем к машинке прокладываем строчку встретимся с вами через пару секунд вот такие детали у нас должны получиться причем опять-таки до обрезали лишние заутюжили и причем заутюжили в другую сторону чем первые припуски если здесь мы заутюжили на большую деталь то вторую второй треугольничек заутюживаем наоборот на маленькую деталь на треугольник а здесь мы заутюжили первую первый шов на маленькую деталь второй значит заутюживаем наоборот на большую деталь то есть вот в таком вот зеркальном отражении все делаем для чего мы это делали для того чтобы когда мы будем стыковать средние швы у нас вот эти два шва будут идти в замок то есть мы будем сшивать их замок вот таким образом видите вот так я свожу в замок и вот стыкуются и в этом случае у нас будут идеальные уголки вот в этих местах и так этим сейчас и займемся соединяем попарно все эти прямоугольники вот таким образом стыкуем после сшивания получаем три полосы причем смотрите при сшивании в замок какие идеальные получаем вот здесь вот уголочки да вообще придраться ни к чему мы молодцы вот и теперь нам осталось сшить наши полосы вместе причем смотрите я при пуске разутюжила все таки когда мы шьем гуси это очень важно что было не очень толсто здесь и чтобы было хорошо видно уголок через который должна пройти строчка наши да и вот в этом случае отлично на мой взгляд а я не навязываю свое время мнение я вот посчитала что разутюжить будет хорошо и теперь сшиваем соединяем обязательно вот здесь следим чтобы строчка когда мы соединим прошла точно через вот эти уголки так что я рекомендую строчить с этой стороны со стороны где у нас сходятся уголки вместе так как вот на этой стороне у нас просто шов да только шов шов должен попасть но с этой стороны мы должны смотреть что припуск у нас был 1 4 дюйма и чтобы строчка прошла точно через эту деталь вот и таким образом соединяем все три полосы между собой после того как мы сострочили все три полосы получили вот такой результат швы я тоже разутюжила вот в этих местах если на одну сторону заутюживать обязательно будет или вот в этих уголках или вот в этих уголках будет очень толсто поэтому я для себя сделала решение такое приняла что буду делать так и осталось нам теперь пришить к нижним углам оставшиеся детальки и вот таким образом чтобы диагональ у нас шла от стороны вниз с верхних с верхних правого и левого угла в нижний левый и правый угол после того как пристрочили наши квадратики проверяем хорошо ли легли уголки у нас и по традиции обрезаем лишнее смотрите внимательно обязательно верните уголок на место прежде чем обрезать чтоб не обрезать лишнее вот таким образом теперь выглядит уже наша тыковка приобрела свои округлые скажем формы ну и теперь приступаем к сборке верхней части вот этой вот полосы с веточкой до для этого берем наши прямоугольники f таким образом давайте чуть-чуть место себе сделаю деталь между ними деталь г у нас идет и оставь оставшиеся треугольнички треугольнички которые у нас в раскурой квадраты да мы располагаем зеленый квадратик квадратик и мы располагаем вот таким образом на 1 один из прямоугольников а фоновый квадратик располагаем вот таким образом на нашу детальку г и прокладываем строчки строго по диагонали обязательно выравниваем вот в эти левые углы до строго чтобы у нас совпадали срезы на больших деталях и на маленьких квадратиках и прокладываем строчку вот таким образом с нижнего левого верхний правый на обеих деталях после того как прострочили обрезаем лишняя лишние уголочки убираем их и заутюживаем вот таким образом заутюживаем и идем к машинке чтобы сшить все наши детали в одну полосу то есть сначала с этой стороны пристрачиваем один прямоугольник потом с этой стороны 2 прямоугольник среднем к среднему зеленому прямоугольнику вот такая деталь у нас получилось и при пуске заутюживаем туда куда они просятся в моем случае они просятся оба припуска на в левую сторону так я и заутюжу ну и все осталось нам шить наши эти две детали здесь больших сложностей быть не должно нужно только проследить чтобы наши строчки прошли через вот эти два уголка на летящих гусях до через вершины этих треугольничков это значит что мы будем строчить с вот этой стороны потому что здесь нам их виднее вот и все наш блок тыква готов мне кажется очень симпатичный если поиграть с подбором тканей мне кажется можно получить еще более такой рельефный эффект но мне очень нравится именно вот то что чередуются гуси в своем в своей комплектации до что вот чередуются ткани именно из двух тканями кажется смотрится замечательно оба блока мне нравятся что маленький что большое они в принципе выглядят практически одинаково я большой разницы не вижу но давайте поговорим о том что если вдруг у вас не получится или все-таки этот блок вы посчитаете что блок тыква для вас слишком сложный я предлагаю вам альтернативу вы можете заменить все вот эти детали летящие гуси просто одним кусочком ткани это значит что вместо детали abc и d вы их не выкраиваете то есть берете вот по инструкции abc и d не выкраиваете а вместо этих четверых деталей выкраиваете просто прямоугольник возможно у вас красивая ткань с красивым рисунком и вы хотите ее просто целиком вписать в этом случае вам эти детали выкраивать не стоит а можете выкроить для 6 дюймового блока прямоугольник размером 5 дюймов на 6 половиной дюймов и для 4 дюймового три с половиной на 4 с половиной дюйма то есть всю вот эту вот среднюю часть нашу лоскутную вы можете заменить на один лоскут ткани и тоже в принципе получится симпатичная тыква или же можете просто выкроить полосы до например полосатую тыкву сделать взять три разных ткани подходящих по цвету и не делать гусей а просто сделать прямоугольники тогда вот эта средняя линия у вас будет для маленького для маленькой тыквы полтора вообще все три полосы выкраиваете полтора дюйма на четыре с половиной дюйма но потом пришиваете к двум из них уголочки и детальки и и получаете такую же тыкву или же можете так разделить полосы сшить четыре полосы сделать мир вместо вот этой всей конструкции в общем можете поэкспериментировать можете разных тыкв нашить вот те те варианты какие я вам рассказала поэкспериментируйте посмотрите что у вас получится но я вот довольна тем что у меня получилось я очень хотела сшить именно такую тыковку с летящими гусями ими я довольно результата мне нравится как получилось и что у нее вот этот стебелек этот корешок или как он все время забываю как он называется черенок что он такой необычной формы и смотрите как симпатично он потом смотрится когда он уже вшит в домик правда же ну все на этом буду с прощаться еще раз покажу вам вот замену если хотите можете для себя скопировать а я буду прощаться спасибо что заглянули на огонек моего фонарика надеюсь все таки блок вам понравился несмотря на свою сложность и буду также надеяться что у вас все получится удачи пусть у вас будет хорошее настроение шейте только в хорошем настроении тогда у вас все будет получаться пока